Во время саммита G20 на Бали, в Индонезии, премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о том, что Канада предоставит Украине 500 миллионов канадских долларов дополнительной военной помощи. Деньги направят на закупку военного, разведывательного и коммуникационного оборудования, а также на горючие медикаменты. Вместе с тем, Канада ввела дополнительные санкции, направленные против 23 представителей российских органов правосудия и безопасности. Мы будем продолжать использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для поддержки Украины и привлечения России к ответственности. Сегодня на саммите G20 на Бали премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что Канада предоставит дополнительную военную помощь Украине в размере 500 миллионов долларов, чтобы помочь вооруженным силам Украины защитить свою страну от жестокого и неоправданного вторжения России, из сообщения пресс-службы премьер-министра Канады. В Министерстве иностранных дел Нидерландов сообщили, что сделают дополнительный взнос на сумму 20 миллионов евро в Трастовый фонд НАТО для Украины. В целом, Нидерланды для поддержки вооруженных сил Украины боевыми продовольственными пайками, аптечками первой помощи, автомобилями скорой помощи, бензовозами и системами препятствий для беспилотных летательных аппаратов предоставят 25 миллионов евро. Я думаю, мы все сейчас с освобождением Херсона видим, что украинская стратегия работает, а российская привела к провалу. Это говорит о подъеме боевого духа отважных украинцев, а также о том, что наша поддержка работает, что Украина может добиться успеха на поле боя, и это очень важно. Но мы также знаем, что близится зима, и мы видим сильно поврежденную инфраструктуру в Украине, поэтому мы должны придерживаться курса. Это важно. Для энергетической поддержки Украины Британия выделит 5 миллионов фунтов стерлингов. Это первая часть из общей суммы транша в 10 миллионов фунтов стерлингов, которые Лондон предоставит Фонду энергетической поддержки Украины энергетического сообщества. Атаки России на жизненно важные объекты инфраструктуры показывают, что Путин предпринимает отчаянные меры. Но даже перед лицом ракетных обстрелов и отключений электроэнергии решительность украинского народа остается непоколебимой. Джеймс Клеверли, министр иностранных дел Великобритании, из сообщения пресс-службы правительства Великобритании. Общую сумму военной помощи Евросоюза для Украины оценивают в 8 миллиардов евро. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Это примерно 45% усилий, предпринятых США. Мы продолжим изолировать Россию на международной арене, продолжим вводить ограничительные меры против российской экономики. Мы готовы усиливать ограничительные меры, вводить санкции против третьих стран, которые поставляют оружие и оказывают военную поддержку России, Ирана и Белоруссии. Армия США заключила с компанией Lockheed Martin несколько контрактов на сумму более 520 миллионов долларов на поставку управляемых реактивных систем залпового огня HIMARS для пополнения американских арсеналов. В последние месяцы Пентагон передал Украине примерно 20 таких реактивных систем залпового огня. Этот контракт позволяет нам пополнить наши собственные запасы, одновременно обеспечивая критически важные возможности для наших союзников и международных партнеров. Дуглас Буш, помощник министра обороны США по вопросам закупок из сообщения CNBC. Телеканал CNN со ссылкой на двух информированных собеседников сообщил, что американский оборонный сектор рассматривает возможность модифицировать беспилотник Gray Eagle, чтобы снять потенциальную опасность потери засекреченных технологий и таким образом получить возможность передать его Украине. Юлия Биль для телеканала Freedom